Девчонки, всем привет! Сегодня будет видео, как вы поняли уже по названию, это видео-тег внутренний мир блогера. Это видео я, опять же, посмотрела у Анапки Мэйк, и да, оно мне понравилось. И теперь приступим к следующим вопросам, на которые я буду отвечать. Первый вопрос, помогает ли вам YouTube научиться принимать себя такой, какая вы есть или какая есть? Да, я могу сразу сказать, не задумываюсь, потому что раньше я немного комплексовала по поводу своей внешности, по поводу того, что у меня достаточно большой нос, там какая-то несовершенно далеко фигура. А сейчас это все обралось, я стала намного увереннее в себе. Я не знаю почему, но YouTube очень мне помог в этом. Ты становишься намного увереннее в себе, потому что тебя поддержит огромное количество человек, и эта массовая поддержка, она просто делает что-то колоссальное с твоей самооценкой. Да, поэтому определенный ответ на этот вопрос, да, YouTube помогает мне научиться принимать себя такой, какая я есть. Второй вопрос, часто ли вы не нравитесь себе на своих видео? Есть такие видео, и когда я знаю, допустим, что я не смогу вам дать тех эмоций, которые бы я хотела, да, то есть у меня нет настроения сегодня снимать видео и выдавливать себя, я совершенно точно не буду, я просто не снимаю. Но бывают такие моменты, как вот, допустим, позапрошлое видео я снимала, сейчас скажу, что фавориты осени, я его переснимала три раза. То есть сначала было освещение, не то я этого не увидела на камере, а потом был не такой макияж. Третий день уже более-менее все получилось, то не до конца, как бы там со светом уже была небольшая проблема, но четвертый раз, мне честно, меня бы уже не хватило, я бы уже просто плюнула на эти фавориты. Вот, но, да, бывают такие моменты, когда я не нравлюсь себе на своих видео. Третий вопрос, да, возникает ли у вас желание из третьих видео, которые вы разместили на YouTube некоторое время назад? Да, и я это бывает делаю, допустим, те видео, которые неактуальны, или те видео, на которых я совсем себе не нравлюсь, и мне не нравится освещение, или те видео, которые я знаю, что я могу, в принципе, переснять в новом качестве, я их удаляю, то есть я как бы обновляю свой канал, я оставляю тут определенный архив или той дерево истории, которые именно мне необходимы именно для канала. То есть я обязательно оставляю свои первые видео, потому что это моя история, и как бы я не могу ее стереть. Пятый вопрос, точнее четвертый вопрос, часто ли негативные комментарии помогают вам развиваться? Вы знаете, как я, в принципе, и сказала Алла, есть конструктивная критика, а есть негативные комментарии, то есть это две большие разницы. Негативные комментарии лично для меня это то, что как бы пойди там убейся, или вот из этого разряда, в общем, вы меня понимаете, то есть это нецензурная брань и все такое. Я такие комментарии не воспринимаю как критику, и, соответственно, они не могут мне никак помогать развиваться, это априори невозможно. Конструктивная критика, то есть, допустим, то, что вы мне говорите, то, что у меня там свет не так падает, или еще что-то изменить, это да, это помогает мне развиваться, там, улучшать качество видео, потому что как бы все мы не идеальны, но мы стремимся к этому. Конечно, лучший враг хорошего, но не могу сказать, что мои видео сейчас прям вот, ну, отличные, да. Ну, они просто, они достаточно хорошего так качества, вот. Ну, конечно, есть куда стремиться. А пятый вопрос, откуда вы черпаете, да, черпаете идеи для записи своих видео? Чаще всего это американские бьюти-блогеры, а, в принципе, чаще всего именно от них я черпаю идеи своих видео. Также есть, допустим, вот такие вот русскоязычные теги, которые я принимаю уже у наших блогеров. Также мне очень часто помогают подписчики своими запросами, потому что я стараюсь их выполнять. К сожалению, я очень редко выполняю макияжи, потому что, честно, на это нет времени. Ну, одно дело сесть и поговорить перед камерой, другое дело это сесть и обязательно настроить правильно свет, сделать поближе, подальше, чтобы это все было видно, какая цвета передача, что вы делаете на глазах. Ну, короче, это действительно, это занимает намного больше времени, чем вот просто посидеть и поговорить с вами перед камерой. Поэтому чаще всего идеи именно ко мне приходят либо вот как бы от американских блогеров, либо какие-то теги от наших блогеров, либо вот от моих любимых подписчиков. Шестой вопрос. Учитесь ли вы у других блогеров, просматривая их видео? Естественно, это как бы даже не обсуждается, потому что я учусь и как монтировать видео правильнее, и как краситься правильней, и как правильнее сочетать какие-то определенные вещи. То есть, ну, в принципе, как бы я вечно студент, я всегда учусь. И чаще всего я учусь именно у американских блогеров, потому что там больше именно идей, больше, вся мода, она идет именно оттуда. У наших блогеров я чаще всего учусь именно как краситься, как правильнее контурировать лицо и просить. Действительно, намного легче смотреть именно макияжные видео у русскоязычных блогеров, потому что русскоязычные блогеры чаще всего используют те продукты, которые ты можешь достать. Соответственно, тебе с ними легче работать. Американские, естественно, блогеры используют продукты, которые достать очень-очень сложно лично в нашей стране. И поэтому их видео о макияжах я стараюсь смотреть меньше. Седьмой вопрос. Как часто вы просматриваете ролики других блогеров? Честно говоря, я просматриваю их каждый день. Каждый божий день я прихожу из университета, или я, если даже сижу дома, я открываю YouTube и просматриваю видео. Просто варьируясь несколько количеств видео, которые я просматриваю в день. Допустим, в день я минимум просматриваю два, а максимум я просматриваю десять, наверное, так. Но так вообще каждый день. Восьмой. Помог ли вам YouTube в развитии своих талантов? Например, научились ли вы говорить эффектно, держаться перед камерой или делать монтаж? Да, 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 да. По всем пунктам. Потому что, действительно, раньше я как-то шугалась немножко камера, особенно если включалась видеозапись, я просто восстановилась в позу фикуса и не знала, что мне дальше делать. То есть, мне это действительно вводило в очень сильный ступор. Сейчас это намного проще, это намного просто свободнее. Ну, я себя нормально чувствую перед камерой, я не чувствую себя как вот зажатая какая-то белочка. Не знаю, как иначе сказать. Я не чувствую себя зажатая, я чувствую себя достаточно свободно. Также, естественно, так как я вечный студент, я лучше уже монтерю видео, чем было в самом начале, когда было это вообще без монтажа и чем вот первые попытки монтажа. YouTube мне еще помог безумно в том, чтобы выражать свои мысли более грамотно, намного правильнее. Да, это действительно так, потому что раньше было очень много слов-паразитов, сейчас их могу сказать, что... Ну, я это вижу, я как бы пересматриваю свои старые видео, сейчас слов-паразитов намного меньше. Конечно, они есть, и у вас, я лично, мне очень сложно без них обходиться, потому что я снимаю свои видео без сценария, соответственно, зазубрить тех заранее я не могу. Да, соответственно, когда ты разговариваешь перед камерой, ты очень быстро думаешь и очень быстро воспроизводишь свою речь. И вот именно для этого есть слова-паразиты, ты на них обычно задумываешься и дальше воспроизводишь уже текст. Сейчас, когда этих слов-паразитов нет, я обычно как бы делаю такую небольшую паузу именно своей речи и стараюсь продолжать свою мысль достаточно грамотно и более быстро для того, чтобы просто именно донести ее. Итак, девятый вопрос. Относитесь ли вы к YouTube как к работе или как к развлечению? Поначалу это было развлечение, сейчас это стало таким вот профессиональным хобби, я бы так сказала. То есть, честно, я отношусь даже иногда к YouTube как к работе, потому что бывает то, что тебе нужно снять видео, это как минимум полтора часа, и это именно только снять. То есть, нет, бывают те видео, которые ты можешь снять за 30 минут, но тебе нужно к ним подготовиться, накрасться и прочее. Это действительно, это минимум полтора часа, то есть не меньше. Если вообще по максимуму брать, то это в среднем где-то часов, наверное, 5-6, вот так вот. Потому что я стараюсь снимать сразу несколько видео, и то ли звук будет не тот, то ли свет не тот, то ли еще что-то, и поэтому действительно это занимает много времени. Потом монтаж, ответить на все комментарии, загрузить это все, это действительно занимает очень-очень-очень-очень много времени. Но лично у меня, потому что я как бы еще учусь, и времени бывает совсем не хватает. Поэтому для меня YouTube это даже немного как работа. Есть такое выражение, конечно, я его перефразирую по-своему, но, в общем, звучит оно общей мыслью так, что нет ничего лучше, чем получать за свое хобби деньги. В общем, в моем случае, как бы денег особых я не получаю, но я просто занимаюсь чем-то, что мне действительно нравится, и то, что я не собираюсь пока что совершенно точно бросать. Поэтому для меня это действительно стало таким вот профессиональным хобби, я бы так сказала. Десятое. Как вам кажется, какие ваши самые сильные качества как блогера? Вы знаете, наверное, это непробиваемость. Я, в принципе, достаточно непробиваемый человек, то есть мне очень сложно чем-то там вот сильно задеть как-то. Я могу всегда ответить, но не факт, что меня это заденет. Я могу ответить, вот знаете, как собаки, в принципе, вот брежутся на улице, вот так же я. То есть мне от этого никак не будет, но побрехаться я могу. Поэтому, наверное, для меня действительно это вот непробиваемость и юмор. Я всегда ко всему отношусь с юмором, а я всегда стараюсь во всех отвратительных ситуациях находить какие-то более-менее положительные и смешные стороны. И, наверное, да, это мне помогает не только на ютубе, но мне это помогает и в жизни. Одиннадцатый вопрос. Есть ли у вас видео записанные в стол, то есть снятые, но вы никак не решаете всех выложить? Нет, у меня нет ни одного такого видео. Я все видео, которые снимаю, я выкладываю или я их переснимаю, я все равно выкладываю. Вот, поэтому нет, таких видео у меня совершенно точно нет. Двенадцатое. Как относится ваше окружение к тому, что вы видеоблогер? Ой, это очень такой интересный вопрос, потому что раньше это было хихиха-ха, то есть мы могли там пошутить, постепенно еще что-то. Сейчас это стало более спокойно, сейчас все к этому относятся просто как к моему действительно такому хорошему хобби. Все мои близкие друзья, как бы подруги, все мои близкие родственники, они меня всячески в этом поддерживают, как бы и всегда интересуются тем, чем я занимаюсь, пересматриваю, смотрят или еще что-то. Это очень приятно, и спасибо им за это большое, потому что я очень ценю эту поддержку, поэтому они отлично к этому относятся, вот, и нет, в принципе, больше для меня награды, о боже. Ну ладно, не будем об этом. Вот, я надеюсь, что вам понравилось, я вас тоже подписываю на этот тег, обязательно присылайте свои видео-ответы, если вы сделаете его, я вас всех очень сильно люблю, всех целую и всем пока!